Выключи зену, отключи. А что батюшка пробовать, говорю? Без разрешения не самая. Чтоб молчали. Как они должны себя вести? Тихо, тихо, тихо. Вот я, я вы уже вау, тыщу. Ты как тебя задел? Ну и упала. Ну что? Время идет очень быстро. Давно ли это было? А вот уже прошло 20 лет. 20 лет прошло. Как первое совершили мы здесь богослужение, божественную литургию. И мне пришло на память такое, что смотрите, как бывает. У нас как-то нет, не каждому Бог дает это, чтобы видели вперед, то есть духовное зрение было. Вот сегодня, допустим, споткнулся я. А почему я споткнулся? И сломал ногу. А что это такое? Для чего? Я говорю, ну просто, да, вот я, варазине, там, да, здесь вот виновата там коммунальная служба, песок не посыпало, там, ну и прочее. Так начинается. Так ведь бывает, да? Нет. А если мы увидели вперед, то бы совсем другое вы могли бы усмотреть. А потом, когда проходит какое-то время, смотри-ка, как это... Это Господь так устроил, вел к этому. Вот мы читаем в Библии Иаков. У него сыновья. Одного сына он любит, Иосифа. Братья ревнуют об этом. И ревность эта даже дошла до того, что они убить его хотели. Но не убили, продали его в рабство. Проходит какое-то время, он там из раба становится вторым человеком после фараона. Печать фараона в свою песню дает ему, что он все владычествует страной. Проходит время, голод начинается, а за это время ему было сновидение фараону. А так, как Иосиф имел дар от Господа, он растолковал это, что будет 7 лет изобилия, а потом будет 7 лет голода. За это время он собирал весь урожай, новое построил, амбары, житницы, собирал туда. А потом, когда начался голод, то со всех стран люди ехали, знали, в Египте есть запас хлеба покупать за золото и серебро. И землю продавали люди, чтобы купить. И пришли братья его покупать хлеб в Египте. А он узнал их. Они-то его не узнали, а он узнал их. Вот для чего это было, ихняя ревность-то, чтобы привезти Иосифа в Египет, чтобы сохранить потомство, все братья, все семейство, сохранить Якова. Вот чем это было-то. Да, вот мы бы так дальше, если бы не прочитали, то мыли, какие они изверги, братья, посмотри, что сделали, как это. Все. Так это вот я тому, что, смотрите, мы сегодня, а как это? А почему этот дом-то получился? что здесь сегодня мы собираемся, возночим хвалу Богу, совершаем таинство в этом доме. А что было перед этим-то? Нужно было Иосифу, тоже на букву И, Иосиф и Игнатий, пойти в плен на два с половиной года, чтобы это. И из этого потом получать. А если бы Он не пошел, где бы мы были сегодня? Где молиться? Как? Что было бы? Да? И нужно благодарить Бога и за то, что то было, что те люди так повели. Именно. Что нужно было пройти все это. Поэтому молитвой их нужно благодарить Бога и за тех, которых Господь на пути к этому дому, чтобы мы могли здесь возносить хвалу, благодарение Богу. Послал тех людей, чтобы этот путь прошел, и чтобы так и получилось. Понимаете как? Чудно все бывает. Я еще напомню, что и благодарение сегодня у нас, и по календарю евангельское чтение, именно благодарственное чтение, которое всегда читается на благодарение. Ну, так сказать, совпадение. Может быть, так совпало. Совпадение. Вот так вот. Ну, что еще сказать вам? Слава Богу за все. Слава Богу. Аминь. Я не могу долго задерживаться. Мне больным надо ехать. Вот. Поэтому я сделаю какие объявления вам. Вы здесь уже празднуете. Вот. Я с вами. Вот. У нас, значит, следующее испови будет 30-го. Это будет суббота. Причастие будет 31-го. Вот. И после литургии совершим новогодний молебен. Также будет 31-го. Здесь. Значит, Люба Минаева у нас срочно попала в больницу. Увезли ее уже вечером по-скорому. У нее что-то открылся, значит, ее приступ. По-видимому, камни. Ну, там боль сняли. Сказали на другой день операцию, но операцию отложили. Сказали, после Рождества будет. Только, да. По-видимому, у нее воспалились, а камни это. Она там что-то сама, самолечением, видать, занималась. Вначале голодала, потом какими-то травами. Ну, видать, растревожила. Они спокойно лежали, видать, камушки там уложились, они лежали. Она их растревожила, и они начали, видать, там движение какое-то начали. И у нее более страшно, и скоро уже вечером Роман на машине потемну и в Мамонтово увез. Вот так вот. Так, у Любы, значит, есть гуси. Кому к Рождеству нужны гуси? Гуси у нее хорошие гуси. Хорошие. То заказывайте. Татьяне Кузьминищине дайте, значит, списочек, и она, значит, это. Обязательно. Цена, я не знаю, какая, но не дороже, чем на базаре. Будет сам. И если кому нужна баранина, так же заказывайте. Вот. к Рождеству вам, кому знакомым нужно, будет. И Игорь Барабаш говорил, что у него есть говядина, молодой, значит, он бычка будет, значит, приготовит, кому нужно, то так же заказывайте. Мрамор необычное какое-то, он сказал. Мрамор, это порода называется Гаррифорды. Он брал эту бычка, покупал, и у него от этого уже пошла такая. Они, конечно, они необычные бычки. Если они вместе родились, допустим, простой, как там наша потеряющая порода, и этот, то этот, где-то, допустим, за это время, у него килограмм на сто вес уже больше. У него спина такая квадратная, он идет так, видно, что даже по походке видно, что он благородных сокол попарит. Он идет, когда встанет, а он идет так, другие там как-то это, а он идет так важно. И когда бывает так, что Игорь уезжает, и ты, батюшка, там напоишь коров, чтобы, ну, я наливаю, корыто стоит, корыто подходит, коровы, есть такие коровы, которые подойдет одна и никого больше не пускают. Одна пьет, пока не напьется там, а то, что она пьется, еще стоит и отгоняет. На другой раз такие смирно подойдут, три, он вот так вот идет, не останавливаясь между ними, их раздвигает, вот так вот и пьет. Его никто не трогает. Даже вот есть, они бычки эти молодые, ему еще годик, а коровы уже такие, есть такие, норовистые. Но если он пьет, корова его не трогает. Потому что он не отойдет уже, он головой, отойди, пошла вон, смотри, кто пьет вроде бы. Такая у них, хозяин. Ага, норовистый такой вот у нас. Высокомерный. Да. Это так вот. Виктор Андреевич сегодня позвонил, заболел. Ну, что-то это, видать, какая-то это, инфекция. Сейчас, сейчас болезней много, а мы когда были в детстве, у нас там одна болезнь была, какая, повитуха. Что она за повитуха, заболела повитуха, говорит, что-то, что-то, лихоманка, или лихоманка еще была, лихоманка какая-то. Что она за лихоманка? Умер младенец, что-то, говорит, лихоманка его взяла. И все. Но в больнице-то не было ошибка врачей. А сейчас с врачами-то, что в Корчино было, сокращает все больницы, поселом сокращает больницу. Что это за программа такая? Кто я такую установил? Чтобы поехать теперь в больницу, нужно за 70 километров. Ну, а зимой, представьте, 70 километров, а дороги нет. Как доехать? Это хорошо, когда есть, там, говорится, эти санитарные вертолеты, там, или какие-то там, еще там, снегоходы такие, что может. А это нет же, ничего нет. И куда? Вот у нас случилось, ладно, машина на ходу завелась, поехали. Нам до Мамонта уехать труднее, чем до Барнаула. До Мамонта 70 километров, а до Барнаула 150. Но до Барнаула нам легче уехать. На поезд, только дождаться поезда, он идет полпятого утром. А туда нужно выехать на трассу. Как еще на трассу выехать? До трассы 16 километров на дникоходе надо, а потом уже по трассе. Там где-то машину, понимаете, как трудно. Я вчера слышал, и просто интересно, по многим жалуются селам. Было больница, все сократили, и нет никого, значит, ни хирурга, ни терапевта, все сокращают, поедем. Ну, так это было. Пожили хватит. Ну, слава Богу, значит, болеть не надо. А болезнь, что переноси с терпением, со смирением болезнь свою. И болезнь Господь посылает нам и по грехам нашим, и бывает, что для вразумления. Когда здоровый человек, говорят, во здоровом теле здоровый дух. Это совсем неправильно. Они вон какие здоровые бывают преступники, а духа, там никакого нет забавы. Поэтому нет. И в больном теле, наоборот, может быть здоровый дух. Даже старые люди говорили, помню, бабушка говорила, наши 96 лет она прожила, она все, еще когда была, ой, хоть бы, чтобы перед смертью, чтобы поболеть, говорит, немножко, чтобы пострадать, как бы, поболеть. Ну, и поболела она немножко, ну, и умерла. И мама наша также говорила, чтобы поболеть. Тоже поболела, но в своем разуме все, она умерла. Единственная христианка. Вот так вот. Поэтому на болезни не нужно роптать. Ой, за что мне это, Господи, что я вот руку сломала там, или еще что-то случилось. А за все нужно благодарить Бога. У нас есть такая потерянка. Серафима Гавриловна, ей уже 92 года. И она, значит, прихожу, она что-то лицо завязанное, наклонилась, что-то к печке на что-ли, там, и ударилась об этом-то, ну, и снесла там это. Я говорю, что? А это язва у меня. Господь язвочки носил, и нам надо носить язвочки. Господь Бог защитить язвами, нам надо быть язвами. Поэтому из-за болезни также нужно благодарить Бога. Ко мне какие вопросы? Будьте здоровы, Батюшка. Да, и приезжайте. Да? Оживите Бога-то. Александр Павлович, Я слышал на днях, передавали там передачу по радио я. Включил, радио России. И там передали, что как в сростках, там эти, ну, там, чтения какие-то, и там про вас говорили, что там какая-то выставка была, видать, фотограф. Вот. И про вас говорю, ой, говорю, наш фотограф, говорю, там на выставке. Я считаю вас своим фотографом. Я надеюсь, что будет, наверное, в начале года и пропитеревка. Да? Да. С Богом. Ну, ладно. Ну, ладно, просите меня, Христа ради, все, я... Бог, Батюшка, с Богом. Все, хотелось это мне сказать? Нет, я продолжу. Ну, продолжайте все. Все, с Богом. Храни вас всех, Госпож. Да, и вас. Спасибо, Господи. Ну, что нас так будем отмечать, это... к этому подвигло месяца два, наверное, назад в Муха Савинсова. Надежда. Где-то она здесь там ходит. Тут надо навести в бумагах порядок и... Ну, я как-то идет и идет, времени нету. Ну, и пришлось тогда уже дальше подбирать все. И вот я подобрал документы. Много документов еще вот о чем батюшка говорил, вот это сочленение событий. Откуда это пошло? Вот это... Это нельзя искусственно создать. Ну, ты услышал, биография Солженицына такая, капитан, батареи, апрель уже... Ну, рядом, рядом вот победа войны и вдруг он пишет там про Сталина, по ханам называют его и арестовывают. Теперь ГУЛАГ безвыходно. Выходит, рак неизлечимо, вынесли в коридор и вдруг рак исчезает без вмешательства врачей. Высылка за границу, лауреат Нобелевской премии. Опять возвращается... Это нельзя составить биографию. Нельзя, потому что ну, здесь погиб губернатор Юдакимов. Составляют фильм о нем. Средства собирает никто городская, там, краевая администрация. Сняли фильмы, даже никто не слышит и не знает. Ну, выпустили они его вообще, как будто его никогда не было. Почему? Понимаете, это вот на все эти почему мы можем найти ответы, но за этим стоит Око Божье. Мы никакие вот совсем. Сняли фильм при чувстве. Он работал в администрации краевой здесь, Кузнецов Владимир Сергеевич. Простой фильм. Ну, в нем только упоминается, мне 25 раз пришлось там делать. А он документальный, 45 минут. Он приезжает в Югославию, международный был там кинофестиваль о фильмах о православии. Ну, опоздал, и все уже. Первое, второе, третье. Он говорит, ну, хотя бы посмотрите, мы такую даль ехали. Они посмотрели и сдвинули первое на второе, а он встал на первое место. Видите, это от Бога. Через это мы стали известны везде, и в Америку приглашают, и в каждом метро продавали. Это Бог делает. Ну, что сравнивать-то? Это несоизмеримая величина губернатора и никто. И вот здесь батюшка сказал, как вот мы отмечаем этот дом. Нужен он был или не нужен. И об нем не думали. я вот считаю, как с неба опустили. Дело в чем. Вот скажите, вы родились год свой день, знаете, а какой день недели был? Ни один не ответит. А сегодня ты можешь зарядить в интернете и узнать такого-то года, такого-то числа. Я родился в субботу. Это тоже не случайно. Именно в субботу. Вот в своей жизни мне ни разу не пришлось встретиться с человеком и назвать его Игнать. Я даже не знаю, как бы обратился. Не было, за всю жизнь с моим именем никто не попался. А чтобы Игнатий Тихонович, даже можешь не загадывать. Но однако, Господь делает так, что оказалось, в Барнауле была старая Брящевская община и у них священник был, вон там написано у нас, Чевкалин, Игнатий Тихонович. И община называлась Крестово-Движенская. Но мы-то называли не по нему, потом, как узнали, справки нашли. И надо, чтобы, это нельзя даже вообразить. Даже из нескольких миллионов загадать и не совпадет это. Бог так делает. Вот я родился. А что у меня какой отец, любящий детей, уходит на фронт. Уже мы двое были с Сашим. А мать, видимо, на сносях была близко. И он сказал, если аборт сделаешь, домой не вернусь. Если бы сегодня мужики такие были, наверное, ситуация демографическая изменилась, бы он ее подталкивает. А что нищету плодить? У нас 10 живых, 12 было. И что интересно, тоже не случайно, 10 через 2 года ровно рождается ребенок. Я рождаю 10 июня и последняя девочка рождается 10 июня. День в день. Я 39-й, вот она 59-й, Марфа. Но нельзя это загадать. Женщина не знает, когда родить, тем более, когда зачнет она. Он родился, переехал где-то в старобряжской семье, любили строгость, посты. Это у нас все введено здесь. Никто не нарушает пост, ни одного. В порядок. Но христа не знали, Евангелия не было, такой рост. Но поиск был большой, сильно искал. И вот меня могли взять в любой род поиск. Почему-то берут Марфлот. Ну, не я это делаю, это Бог делает. Кончаясь строительный техникум, направляет работать в органы МВД, строгорежимный лагерь. А там в советское время, там проверяли ой-ой-ой. Какая семья, кто отец, все. Потом все это в моей жизни отобразится. Я заранее должен был ознакомиться, потом я буду сам мерить тюрьмы, эти пять тюрем, лагерь. Это Бог меня так готовит. Я работаю на водах. Здание дают освод, спасение на водах. Понимаете, теперь пишет Москва, Москва, что теперь, говорит, это Быков был писатель, Дмитрий Львович, и теперь у него, говорит, спасение на других водах. Воду, почему? Жизнь это вода, жизнь это море, которое, жизнь прожить даже не может перейти больше. И вот когда я освободился, а это вышел указ о помиловании, а почему арестовали-то? Потому что не молчал. А почему не молчал? 27 сентября 1962 года, мне уже 23 года было, я впервые в руки получил Евангелие. И вот в этот же день я покаялся на дому. Там были они не православные, тогда были вместе в 350-е, я получил Евангелие. Потом Новый Завет дали, а потом уже Библия. И все это давалось, назначалось кому-то, человек из далекой страны должен приехать. Достать Библию тогда вообще невозможно было. Я нахожусь, меня пригласили, мне дают Библию. Он не приехал, они пошептались между собой братья. И тогда вечер проводить надо, я ничего не мог сказать. Я вышел, где коридор, одежда висит, я в нее воткнулся и до конца стоял, плакал и плакал. Мне нужны были слезы, Бог это знал. Я должен был полюбить Слово Божие, Бог это сделал. Как медленно Бог меня приготовил. Теперь я не молчал, стал свидетельствовать. Писал всем секретарям, которые здесь были, в Горкоме партии. Писал всем, которые первые секретари были тогда, в Москве. Писал всем патриархам, в ООН. Тогда еще до ареста. Вызывал меня здесь первый секретарь Горкома партии. В КГБ уже наметка на меня была. И вот, наконец, в 81-м, первый арест, в 86-м, второй арест. Я еще ничего не знал. Арестовывать не когда-то, 9-го января, Кровавое воскресенье. Везут меня в городской елке. До того, у меня так разбито было, 15 магнитофонов. Значит, до того 12 томов, 12 томов жития святых, 5 томов добротолюбия, Библия, 50 книг насчитал. Все это раскручивается, отовсюду пленки поступают. Архипелаг Булаг, первый в стране мой дом выпустил. А потом Новый Мир выпускает первый в голову ровно через 10 лет. Это сейчас опровержение через российскую газету. Учредитель газеты, правительство Российской Федерации. Вот куда зашло. И говорят, первый водку распространил. Сотни тысяч экземпляров. Власти долго терпели, говорит, но наконец положили руку свою. Меня только арестовали, а тогда была перестройка, и Чернобыль был. У меня мысль мелькнула. У меня взяли настолько, потеряли-то бы на сколько. Скажет, злорадная мысль. Но я должен сказать, чтобы не обвинялись Солженицына, что он говорит, ну на вас тоже придет чума, бросит вам труб на башку-то атомную бомбу, что людей арестовывают. Я не говорил, но подумал. Подумал, и, господи, прости, помилуй. Теперь, выходит помилование, я выхожу, и начинаю. Несправедливо отняли все. Подаю в суд. Районы, никак. Краевой, никак. Российской Федерации, никак. Суд СССР. Тоже отказать. Но гражданское дело. И вдруг, какая-то женщина, Амелина фамилия, так я не мог найти, Президиум Верховного Суда СССР. И она пишет, отменить это все, пересмотреть. И вдруг, вы знаете, Ремнева Надежда Степановна, она была в Центральном районе, первый секретарь Компартии. Она пишет, это беззаконно, вы нарушили все законы относительно Лапкина. И здесь был, как я не знаю, управляющий, не управляющий, там, отдел листиции, главный начальник, как называется-то? Ну, начальник управления. Начальник. Просенко. У Новосибирска был послан, генерал-лейтенант теперь. Ему попало, я, видимо, послал туда. Он пишет, вот с этого начинается статья, с этой вы все нарушали и вернули все назад. Но ИСТА был не маленький, 11 миллиардов. Это только по нормам, которые ГТРК брали. И теперь начали, надо утверждать, не так. И тогда был Лир Иван Иванович, судья Женодорожного района, главный, как он, председатель или кто. Он со мной прямо ходил, Бог дал такого человекам. А там, в начале из этих, которые книги у них есть, что начисляют артистам-то, приходим, они вырвали, а корешки остались. 550 приказ. Кемеров запрашивает, та же история. До Москвы дошло. Они вырывают, и все, потому что сумма-то не по ним. Они как-то КГБ сделали в стороне, а главный ответчик городская администрация, хотя материалы находились в Дорожной администрации. И вот Бог дальше делает как? Суд решает, и суд был выигран. 11 лет шел суд, но выиграл только одну, двухсотую часть того, что было. Ну, им надо от меня как статья. Одна уголовная статья, что меня взяли, заплатили. Я деньги до рубля отдал на тюрьму. Евангелие закупили. А это по гражданскому кодексу. Вот теперь этот суд-то закончился, а денег-то нету. И Бог дает судебный исполнитель, и приступ там, как называется, наблюдает за этим делом. Женщина, она идет в городскую администрацию, она ответчик. Итак, арестовывай все счета. Какое право? Неужели такое дано? Пока не рассчитайте Сладкину. И тогда начался разговор. Женодорожный район, это Петров, Петров был, Юрий Михайлович, да? Направляют сюда. И как Бог делает. И вот первое, протокол. Меня вызывает Женодорожная администрация, там Слуцкий был по госимуществу, и там еще кто-то сидел. Они решают, они мне предлагают протокол совещания у главы администрации Женодорожного района по вопросу компенсации гражданину Лапкину Игнатию Тихоновичу согласно решению коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. Но чтобы отменили президиум, я пошел к суде, здесь был Виктор Иванович. Как его фамилия? Пашков. А? Пашков. Пашков. Мы близкие отношения были. Он говорит, это впервые за мою работу, как я работаю здесь. Гражданским не занимаюсь, это на месте. Отменили, он до того удивлялся, у вас какая-то там связь есть, люди какие-то? Он мне помогал один. Он обыкновенный священник. Сейчас он доктор богословия, патриархии. И он у патриарха Кирилла на все эти вот объединения, что он работает. Балашов, отец Владимир. Я попутно сказать. Теперь кто? Замглавы администрации города Черепанов, НП. Замглавы администрации города, председатель комитета по управлению имуществом, Слуцкий, Л. Я. Глава администрации ежедневно-дорожного района, Петров Юрьевич Михайлович, начальник отдела комитета по управлению имуществом, Милосердов. Милосердов, то есть все остальные фамилии, а Милосердов подчеркнул. Кажется, его Валерий, или как, В. Ну и тут меня. Рассмотрев следующее предложение по возмещению гражданину Лапкину И.Т. Какие они предложения предлагают? Посмотрите. Вот капкан, какой ставили они. Первое. Передать гражданину Лапкину в долгосрочную аренду. Аренда эта кончается, и что? За хвост и в яму. До свидания. Сроком до 50 лет, как будто я буду жить 50 лет, но явно, что насмешка одна. Двух зданий по улице Ползунова 6 и улице Ползунова 6, а площадью 160 квадратных метров и 65,8 квадратных метров. Остаточной стоимостью соответственно 106,08 миллионов рублей и 30,02 миллиона рублей. При этом сроком на 9 лет в эти 50 лет без арендной платы компенсации суммы по решению суда 55 миллионов рублей. Затраты на выполнение ремонта зданий они берут на себя 150 миллионов рублей. Второе. Один вариант. Передача зданий по улице Ползунова такой площадь перечисляет в аренду сроком на 50 лет в том числе на 7 лет без арендной платы. Практически то же самое, но ремонта уже нет. Третье. Передача в собственность гражданину Лапкину здание по улице 7 Палатинска 73 площадью 80 квадратных метров. Выплата Лапкину суммы 55 миллионов рублей согласно решению суда от 8 марта 1927 года. Принято решение. Я когда выслушал все я встал и все говорю до свидания. Вы зачем меня вызывали-то? Вы что издеваетесь? Разве это стоит того, что я делал? Но вот тут мне очень большую помощь оказал я его не смог сюда найти и пригласить. Прокурор края. Он генерал-лейтенант Парасхун Юрий Педорович. Я к нему сразу. И он звонок сразу дал. И люди, которых я раньше не знал. Вот он одно время был ректор какой-то академии юридической ТЭН. И он мне передали его слова без меня. Он говорит руки-ноги что меня крутили там проще лапки не вернешь. Но остальное ну давайте закончим да и все. Ну и тогда был Петров там у них. Ну и вот и решили. Мне в городской администрации близко был знаком только один человек. Я не знал удастся ли когда мне его встретить видеть общинников Владимир Петрович он у него был на необыкновенной должности советник я даже не слышал советник это в городском масштабе советник я знаю у Путина есть и советники неплохие я правильно назвал данное и Бог так благословил он сегодня среди нас вот он пожалуйста собственно персоны пожалуйста все дальше идет через него он у меня берет документы передает Владимиру Николаевичу Баварину у меня пока до него встреч даже никаких не было он все берет и видно он просто не посторонний а участник и сердцем это принял что он там говорил я ни разу с ними разговаривал что он ему говорил ну вот мы пришли городской администрации меня вызвали Баваринская машина Баварин сидит я ни с кем он может с вами переди сидел и вот так обернулся ко мне пока до сюда доехали на месте смотреть передавать и он только это вы в моем городе живете в моем городе он сросся с этим городом да ваше имя в аналог истории города будет записано и потом вот это которое висит на стене у нас которое письмо оно прямо от души видно что написано и он дает он ехал не один значит Владимир Петрович ехал и наверное ехал и фотограф который у нас в Потеряевке снимает уже примерно 28 лет до Потеряевки за 2 года еще начал Волобой Александр Павлович вот он с вами сидит здесь это человек который его называют семейный фотограф ну все снимки которые старые были а только его там 4 снимка как мы с Баварином были с Владимиром Петровичем общинником на той стороне здание сфотографировано вот это администрации города глава Баварин поручение Слудскому прошу вас проработать вопрос по изысканию отдельного помещения для религиозного проповедника Лапкина Игнатия Тихоновича в пределах 100 квадратных метров а когда сидели уже видимо решено было меня снова вызывает Петров глава администрации не знали не знали еще что здесь уже Баварин предлагал 100 квадратных метров но тут пойдет другая работа дух божий трудился мы сказали и молились и два здания дают милосердов меня приводят вот сюда я вышел ну посмотрите я зашел тут замок висит ну я в окно посмотрел здание это какое-то а второе предложили а краевой суд рядом это сейчас музей истории искусства литературы ну прям в окно смотрю и не забывай где ты был а второе давали где прямо напротив тюрьмы горелый магазин ну тюрьма это уже конец а тут-то думаю еще туда-сюда я когда сел с ним машину там домик внутри стоит так это все в территорию ходит как это заодно согласен а мне говорят ну надо было маленько так не соглашаться ну поломаться вы что с ума сошли я бы ломался там да я он не мог удержаться посмотреть на меня и там рассказал всем такой радость я еду дорогой и ликуюсь я такой господи да ты услышал молитву два дома а у меня жил строительный и опыт снос который после где около храма два дома от покровского собора дом сгорел при мне при том все это а вот теперь господь указывает я не хотел оттуда уходить меня Бог взял и перенес дам тебе площадь а когда спросили какой я говорю чтобы было где-то ближе к центру и сухое было чтобы можно было подвал делать вот как раз такое и дали самое высокое место и тут меня 12 человек склад сделали все землю выбрали подняли это впереди все предстояло пригласите Лапкина в комитет для изучения и проработки данного вопроса его телефон 35 32 42 Баварин входящий номер такой-то я хочу послать показать вам подержите в руках документы по кругу пустите больше никогда вы не увидите их дальше как идет в это время мы объявили все мы постились и молились акт приема передачи нежилого помещения тут перечисляет все ну и подписи значит Сидорова какая-то я не знаю балансосодержатель вот тоже дай это у меня третьим идет дальше постановление за подписью Баварина основась на решении Верховного Суда Российской Федерации суд-то какой утвердил от 6 марта 1997 года учитывая большой вклад в возрождение духовности большую работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине просветительскую работу в учебных заведениях города Барнаула я в 5 институтах одновременно завел занятия десятка школ за всех три радиопрограммы вел в это время такой был спрос даже и домой являлся в потемках и в потемках уходил и все время с рюкзаками набитыми Библией открылся канал через Баптистов из Фрузии гнали и гнали покупали по цене и у нас ровно в 10 раз дешевле церковной было ну представьте я из тюрьмы выхожу машина стоит и кто Сотников приехал полковник это замначальника главы УВД Края там всех прокуроров собрали помощников надо туда и меня туда я перед ними выступаю это Бог сделал так это это нельзя даже помыслить дальше проводимую в пятиницизарных учреждениях постановляет двоеточие первое передать безвозмездно не в аренду собственность Лапкина ИТ домостроение по адресу полном 6 6 второе комитет управления имуществом Слудский Л.Я Леонид Яковлевич заключить мировое соглашение и оформить передачу домостроения собственно Слабкиной ИТ третье контроль за исполнением данного решения возложить на никого нет видимо не назначили посмотрите дальше тут от кого поступает главе администрации Баварина комитет по управлению имуществом города Барнаула это уже работа идет там номер такой-то 1606 проще за 23 октября 98 года уважаемый Владимир Николаевич по вашему поручению комитет по управлению имуществом рассмотрел просьбу религиозного проповедника Лапкина ИТ о предоставлении нежилых помещений для проведения культовых мероприятий то есть не просто мы начали делать у нас это официально разрешено поэтому нас никогда тут не трогают 28 марта 97 года комитетом проведена встреча с Лапкиным ИТ ему предложены нежилые помещения по улице Ползунова 6 площадью 160 квадратных метров и Ползунова 6 площадью 65,8 то есть вместо 100 220 Лапкин ИТ осмотрел указанное помещение и выразил полное согласие какое-то не юридическим языком даже а восторг для документального оформления необходимым на меня пишут решение безвозмездное пользование определенный срок или мировое соглашение или иное другое Полянская заместитель председателя комитета а потом верните подержите в руках постановление номер 773 28 мая 98 года А ты что ко мне? Говори Я говорю на собрание Отец можешь позвонить через час? Да Нет Сегодня собрание как раз идет я говорю слово доклад делаю Благодарю Отец благослови нас Спаси Христос Это Истулы Протеерей Судоров Отец Иоанн Радуюсь благословляю Поздравляю В другой раз даже не поверишь от кого идут поздравления Постановление О передаче нежилых строений администрации города Барнаула 28 мая 97 года Номер 773 Рассмотрев просьбу Лапкина о переводе нежилых помещений в жилые дома по улице постановляет перевести первое нежилые строения в жилые дома расположены там на улице Ползунова сколько чего какое дальше второе собственник у жилых домов Лапкина уже собственник после окончания ремонта оформить ВМ какое-то слово БТИ технический паспорт и регистрационного заставления заключить договор на обслуживание содержания в соответствующих службах района города оформить право пользования земельным участком 13 соток муниципальные предприятия бюро технической инвестиционализации Гурске внести изменения в технический паспорт домостроения четвертое контроль за выполнением постановление возложить на первого заместителя администрации города Перемазово ИП был такой? Знаете, посмотрите и вот что интересно я этих людей ничего не знаю и они до того ревностно это выполняют если бы всегда так работали это Господь только может так сделать дальше постановление администрации города уже от 12 97 то есть 4 декабря 1334 номер о передаче нежилых помещений основываясь на решении Алтайского кроевого суда от 5 марта 1997 года и учитывая большой бескорыстный вклад Лапкина в возрождение духовности работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине просветительскую работу в учебных заведениях города Барнаула работу проводимую в пенитациарных учреждениях постановляю 1. передать собственность Лапкина нежилые помещения муниципальной собственности по улице там тоже в счет погашения задолженности администрации железнодорожного района перед последним комитету по управлению имуществом Слуцкий заключить с Лапкиным мировое соглашение об исполнении решения Алтайского краевого суда с 6 марта 1997 года мировое соглашение является неотъемлемой частью настоящего постановления контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Штань Светлана Ивановна правильно говорит? Стелла Стелла вот посмотрите подержите в руках потом главе администрации администрации города центрального района в связи с обращением Лапкина об использовании под жилые помещения документы выдать домовую книгу для регистрации я коротко смотрю Перемазов комитет по управлению имуществом города Барнаула председатель Совета Всероссийского общества спасения на водах которые здесь Сысоеву Сысоеву Барнаул тут другие занимали они там только что отремонтировали там какие-то эти афганцы были кольейки там разные и вот Владимир Петрович приехал он сам афганец я правильно говорю? они тут собрались костылями стоят это я уже прочитал это можете подать и они стали говорить а Владимир Петрович говорит эти слова здесь знаете государственная необходимость вам дадут где место придется освободить я понимаю они ворота сварили тут все решетки провели отопление этого не было у них мы лишние тут двери прорезали это потом уже тут наши проводили где-то а там их было тут Николай Пальгуев все это дело все и он с ними поговорил и все как-то утихло так комитет по управлению имуществом города Барнаула предупреждает вас который здесь о досрочном расторжении договора аренды от 3 10 96 номер 46 по причине государственной необходимости раздел 7 пункт 7 3 5 договора аренды то есть те снимали аренду и аренду эту прекращают они им и дают им где-то в другом месте поэтому вам необходимо освободить занимаемой площади по улице ползунного 6 срок до 8 декабря 1997 года ой как они здесь что у них только тут не было мы увозили металл они учили людей что не взяли то и ушло из числа имеющихся свободных нежилых помещений комитет предлагает помещение по улице партизанской 130 по 4 общей площади 16,5 квадратных метров смотрите они имели 260 на 16 это тоже не случайно когда я там был там у меня квартира где все начитывало 12,8 квадратных метров ранее арендуемый ТОО модуль Слуцкий председатель комитета по управлению имуществом города Барнаула а вот это уже трудно прочитать посмотрите решение суда заключительное с печатями теперь вот это свидетельство от оригинала не найдем сейчас крайне необходимо два документа пошли передай пусть послушает теперь мировое соглашение оригинал мировое соглашение комитет по управлению имуществом города Барнаула в лице председателя Слуцкого Леонида Яковлевича действующего на основании положения комитета административно-дорожного района и все вот это с ними долго считать Лапкин принимает указанное здание во исполнение решения такого-то ну стороны согласились и дальше вот они дальше видишь как тут подписи печати все если кто не знает как нежилое помещение в жилее переводить узнаете у казахов есть такая поговорка хочешь узнать какой ты бедный начни переезжать все горшки надо будет а так они стоят не считал своими теперь получаю я письмо постараюсь просчитать слух от Баварина ну явно дело пишет администрация города Барнаула с любовью указывается адрес 2 строительство 62 16 16 лапки ну и т уважаемый Игнатий Тихонович с большим интересом ознакомился с материалами которые вы мне предоставили через Владимира Петровича это он в очередной раз прихожу к мысли что заучное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего ваша просветительская деятельность ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма любви к родине и ближним ваши беседы и проповеди перед людьми совершившими проступки и преступления достойны уважения я сожалею что решение вашего вопроса затянулось на многие годы но в то же время искренне рад что крестовоздвиженская община которую вы возглавляете теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию с уважением глава городского самоуправления В.Н. Баварин подпись хотите выйти нет? ну пожалуйста так теперь история хронология коротко вот здесь вот я не буду вот она там висит заснимите я подержусь здесь как это с этим зданием дальше что было как первый раз почему мы именно сегодня отмечаем 20-летие это так я хочу вот что сказать вам что такого здания в городе Барнауле больше нету чтобы зэку каторжнику мэр города входивших десятку лучших мэров России я правильно говорю Владимир Петрович вот да и у нас понятно Владимир Петрович это нас свел и сроднил он здесь он по должности не главный а по действию здесь когда началась эта работа был главный и меня Владимир Николаевич Баварин буквально за руку вел когда переводили БТИ везде деньги все бесплатно и пока у нас алтарь устанавливается он сюда приезжал два раза спрашивал как работает посмотрел поделился что много дальше тут судился и говорят вы там секта тоталитарная у меня справка главное управление министерства естества Российской Федерации по Алтайскому краю справка ну дальше пишем все и в конце говорит перечисляет там все что требуется по закону и говорит согласно свободе совести о деятельности объединение такое то их тоталитарным сектам относит это противоречит Конституция Российской Федерации федеральному законодательству Маковеев Валерий Иванович он у нас здесь даже приходил то есть кто нам приписывает тоталитарное пожалуйста закон я выиграю любой суд то есть они стараются унизить ну кто это сами себя знает тут вот документ о регистрации показать тут стали пугать следующее вот это вот по телефону тут тоже Петрачков а ему глава администрации Баварин написал что телефон тогда трудно было найти он говорит телефон который был с тем же номером оставить здесь я уже считать не буду а вот это комитет по имуществу сказали вот этот мужчина рядом который красное здание здесь он там игровой дом там я говорю там были видели что там говорить даже много машин они приезжают люди отдыхают их развлекают там говорит и прочее ну и он решил расширить все и сказал эти дома будут выбирать он как раз это берет я сразу написал городскую администрацию и они ответили вот ответ ничего подобного нету никто никаких заявок не делал а этот который у них тот главный был Данелия грузин он внезапно умер при том ну это не его возраст был нормальный мужик такой я у него был разговаривал на антенну разрешить повесить пустые бутылки с камушками и проволоку сюда когда голуби садятся чтобы не можно было спугнуть всем он мне один вопрос задал Данелия я не мог ответить теперь знаю он говорит евреев гнали во всех странах я говорю да но была одна страна где их никогда не гнали я говорю и где Грузия я посмотрел правду никогда этого не было вот как полезно со всеми встречаться а тут мне прислали если на нас будут нападать полиция придет даже посмотри как себя вести это уже отверущих прислали но нас господь хранит даже закон яровой нас не касается мы зарегистрированы выдали где-то 15 или сколько справок можете идти проповедовать и говорить ну соответственно того что есть иначе это да все теперь с этой стороны заметь сейчас да никуда не уходить Владимир Петрович скажи сейчас пообедаем пообедаем вот и вот смотри просто показать это постановление какие план домов это вся территория вот оно как и это теперь все это зарегистрировано мне две домовых книги выдали тут написано из какого дерева что теперь сказать кто принимал участие в чем вот смотрите крыша какая была шиферная а сейчас это мой племянник здесь был он мастер из Новосибирска Роман Владимир Ищустинов с кем он работал ну я тут не был перекрывали дальше Коломельщенко приезжает сюда Олег жилой Татьяной думали жить по Теряевке он здесь был там он двери прорезал вот эти столы он сделал представляете и уехал после этого вот сделает как ракета отработал на орбиту вывел дальше нету стол сделан вот тоже я издаю книги я думал издать только одну книгу открытым оком я не знал что выйдет 30 в печатном виде и 3 еще в интернет я книги складываю как только последняя книга положил на то стол уже некуда и у меня 9 раз прекратилось один в один но это тоже как-то не само по себе вот когда мы здесь побыли в это время надо чтобы кто-то прочитал прочитай в газете появляется статья прочитай вслух свободный курс газета в начале марта в краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме ископроцесс такой суммы никогда не высушили 7,5 миллиардов рублей в случае удачи получит от администрации железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин христианский проповедник известный на Алтае своей непримиримой жизненной позицией и неукротимой религиозно-просветительской деятельностью неукротимой проще слова-то введя называется победитель получает все вопросительный знак нарисовали сейф я на сейф облокотился нигде этого не было даже сейф подрисовали будто я на сейф посягаю уже Саша ты далеко ходишь ты знаешь под именем Кочерникова кто? да конечно это Сережа Тепляков а? Тепляков Сережа и вот он какую статью написал по сейф дальше миллиарды та сумма в которой я слежу за этими статьями как раз сейчас что ты уходишь что же? нет Петровича плохо плохо ну посидеть пускай потом сейчас засток будет ну пусть на улице побудет зайдет ну ладно смотри так слушай уже ропщат жены в церквах да молчат я слышу я с аппаратом дальше миллиарды та сумма в которую нынче оценивается изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года фанатека погром а я это что знаю кто-то же не знает ты же не один он оценил фанатеку по государственным установленным на краевом радиорасценкам запись перезапись составления программы и с тех пор только делает поправку на инфляцию в 1989 году он был согласен отказаться от денег я сказал написал я отказываюсь от денег но одно дело сделайте что сделаете если взамен коммунистической понимаете вы не догадаетесь что я взамен дайте мне взамен кусок золота и отойду нет тяжелее если взамен коммунистической власти приходится сейчас нет где подождите тут так мелко что-то посчитай если взамен что они вот слева левая столбец нет нет еще левее левее нижний лифт если взамен я прошу что-то взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями крайкома КПСС с текстом мы признаем что КПСС человека ненавистника коммунистическая партия обманом пришедшая к власти уничтожив уничтожавшая свой народ коммунисты почему-то отказались простую справку просил вместо миллионов у нас бы еще не было я бы согласился с этим там уже на очереди стали где дать ход этому архипелагу в 1994 году когда сумма иска составила немного более миллиарда железнодорожная администрация предложила твориться 2 миллиона и расходимся полюбовно но Лапкин любит Джека Лондона у которого герой одного из рассказов говорит победитель получает все то что Лапкин победитель признали даже и власти возместивший ущерб по уголовным статьям теперь вопрос о том получит ли он все 7,5 миллиардов вопрос куда направить деньги Лапкин знает на возрождение родного села Потеряевка что недавно далеко от Рихи на трактор, комбайны, стройматериалы, многоточник вот такая статья ну вот сейчас, ладно, последняя еще покажу в Алтайской правде появляется статья вот такое такая статья это за 10 декабря 1997 года и фотография фотографию он делал как раз Александр Павлович перед вами фотографирует ну что, эту статью вам как-то показать здесь много сказано и приводится место писания когда Богу угодно пути человек это и врагов его примеряют с ним после этого мне стали звонить люди у которых судебными делами никак не получалось вот немножко хотя бы вот отсюда просчитать ну-ка кто считать должен? Ирина, можешь посчитать? не умеешь, да? ты можешь, на, посчитать после обеда уже ушли половина уже ушла половина антракт осталось все самые статьи многие мне сегодня говорят словами жителей ГУЛАГа не верь, не бойся, не проси что тебе демократы? они же перекрестившиеся коммунисты они же вас сражали они же теперь сейчас вам и обманывают отвечаю я преподаю 8 лет в университете много лет я учусь тысячами заключенных 24 года являюсь начальником детского православного трудового лагеря Стана староста православной общины и поэтому людей знаю не понаслышке и скажу я вижу глаза, лица вышеименованных людей и твердое свидетельство в людях этих произошла перемена к добру они искренне помогали мне пусть этот победный пример в моей биографии дадаст семя надежду ноги так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история в свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями постановление администрации Барнаула и передача здания подписаны и вручены Игнатию Лапкину нам остается пожелать православной крестовоздвиженской общей несчастья в новом доме это вот с мэром города Владимир Павлович это фотографировал в коридоре там четыре фотографии такие есть так подожди-ка я покажу вот она как статья выглядит хорошо, хорошо то что я хотел сказать вот так вот смотри за какое число я говорил за 10 декабря 27 года видите все Бог сделал так как Ему угодно ну тут разные другие кто выступали это уже никакого значения не имеют мои документы пока вернете вот отсюда Владимир передадите нет он принес наоборот вам так у меня есть вон они на стенке все равно ну нет у него одна я не могу взять у него куда-то положить надо будет так теперь по дому когда пришли здесь то что тепло это Николай Валентинович Пальгуев главная его работа это это варить и прочее нужно иметь желание и талант я вам ничего не знаю он тут все варил и все это бесплатно теперь посмотрите наше место где мы молимся оно существенно отличается от любого храма а храм определяется не куполом а престолом если здесь литургия бескровная жертва поэтому шалаш куда собралось пять человек и совершает литургию это храм а люди понимают храм это высоко что-то там много крестов куполов это не так это храм у нас совершается здесь литургия и как Господь сделал вот это что я там встретил Библию впервые я это все несу с собой и таких Бог дал людей с им их талантами вот смотрите куда ни поверни везде это Надежда Ивана Пальгуева куда бы ни глянул ее рука здесь вот эти которые на это написали не знаю кажется Ольга Ванагаева писала вот это Волков картину принес шторы которые Яговитина Львов Ивановна была я звал их нету книги лежат половина это Марина Дебунова корректировала и половина Кубайкина Галина Ивановна нет ее среди нас кого нету сказать о доме и теперь обшили его как и все пропенил я даже не знал Игорь Дебунов Игорь Владимирович правая рука не должна быть у детей там вот Надежда комната детей вы там все это ремонтируете Игорь Третьяков Игорь Третьяков где-то был он здесь вышел я называю только так вот он вот он смотрите как Господь делает вот Логинов хотел который статью написал он себя написал я не мог найти и проще трудно найти у нас была Света Клюй ушла она оставила вот эти там не знаю Игорь заботился для глухонемых вот это который стоит для них тут куда ни глянешь чья-то рука прикоснулась как копали вот здесь подвал большой землю уносили бедрами здесь вся община работала и огромный тут бур стоял земли мы улицу перегородили а увозить вывозить надо вывозить я пошел в городскую администрацию одно-таки слава звонок и самосвалы экскаватор тут уже подошли и всю эту землю увезли эта земля там сколько сколько и дома тут наверно огромный огромный у нас подвал я сразу там построили эти сусеки сказал кому надо приходите и храните здесь здесь всегда под замком вот я только посмотрю тогда сараи сараи это склады маленький склад у меня где-то был там только для дров здесь 5 складов и на улице здесь приходит у нас 14 машин может поставить внутри 14 машин это вообще невообразимо рядом ни у кого такой площади нету это бог и вы видите я называю тех людей каких бог дал которых я никогда не знал там на фотографиях есть и вот я даже не думал что он придет у него инсульт был и поэтому помолиться о нем о Владимире надо а когда разбился на машине что-то куда-то ехал Баварин я до глубокой ночи названивал знакомых и главным редактором Тайской Правды Ольга Шепсюк Николаевна она сказала Баварин был верующий а до этого он был партнер завода моторного он был в храме видели ребенка крестил я узнал действительно так я ходил на похороны я о нем помолился и этого ничего бы не было вот смотрите я только называю какие люди а для ремонта были гвозди там один какой завод там станкостроительный и другие это уже для лагеря помогали все это проходит через этот дом вот мы можем собираться вести занятия отдельная комната для детей отдельная для батюшки как будто специально все у нас как надо и сделали там мужчины здесь женщины для нас как раз когда было больше людей мы даже думали тут пристройку какую-то сделать но Бог знает как и что может я что-то не рассказал ну благодарность Богу за каждый день за каждый час чтобы мы когда люди ушли мы спрашиваем вы так вот собираетесь здесь нет ничего этого нет побыл в храме встал пошел и тебя не знают и ты не знаешь мы здесь одна семья и вот смотрите как Бог делает я арестован суд осужден и везут меня прящут жена помещится по вокзалу а их уже увезли а я сижу здесь слышу голос подаю и она как раз подошла и везут меня не куда-то в Казахстан город Жанатар Жамбульской области и на торжество к нам приехал человек из Казахстана а теперь коротко хотя бы скажу она Загидулина Рахиль теперь назови сама себя как Райхан была а теперь она Рахиль приняла крещение от свидетелей Югова от этой Соржевой башни пришла через интернет или как коротко скажите немного как вы пришли до нас как я пришла слава Богу за все через Игнатия Тихоновича блуждала в интернете в поисках истины и вдруг наткнулась на ролики Игнатия Тихоновича смотрела тоже запала начала пастись на ваших роликах потом позвонила на видеоскарк познакомились сразу Игнатий Тихонович мне доказал что где истина по Библии которую я полюбила через свидетелей ну и потом как к крещению вы мне сказали иди в свой храм к батюшке попроси его да это московская патриархия? московская патриархия и вы скрестились с кем? я крестилась младшая дочь захотела как ее назвали? Руфью Руфь а внуки? Руфь 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 вот как Господь сказал никто так не просился усиленно я говорю сейчас зима никогда я потеряю не прошусь а то я умру и вас не увижу и вот моя зритель вот она мы отдельно еще будем беседовать это Бог это относится к дому это отсюда все исходит потому что там я занимаюсь вот обратилась от свидетелей Иголы пришла именно Казахстан хотя обратились нынче если вы в Испанию и в Германию там и в Израиле книги посылали и книги эти сегодня только опять заказ поступил ну я наш самаренький я так что уедешь отсюда с ней по кема находишь ко мне вопрос если ничего нет я почему думал что сначала пообедать или сказать нет везде сначала торжество потом обедает думаю сначала поговорим и все никуда не отходите ну что он ушел совсем? все повезли его все по-хорошему по-хорошему ну хорошо что это вы его пригласили? я конечно пригласил спасите Господа спаси Христос как Бог все сделал и поэтому там отремонтировали как огород тут теперь что там понастроили это Виктор Андреевич там качели и прочее дальше у меня здесь я сразу избрал человека который особенно ревностный был это Егоренко Девище Торбеева Надежда Павловна двадцать и Господь и она с неба когда ушла я сказал когда ты пройдешь мытарство ты подойди к Николе сюда Творца попроси его чтобы он мне маленько золотишко подкинул а первая книга это вот книга лежит стихи стихи вот денег выкупить нету и вот сороковой день у меня внезапно открывается дверь стучится человек посмотрите и он заходит и говорит вам нужны деньги я говорю да у меня я не безусловно даю условие одно чтобы никто не знал что я у вас был то есть он где-то в какой-то компании пришел с акваяжиком деньги выложил я беззадник говорит типографию и выкупил сороковой день ну это что все подогнано или как и газета только экспресс написала и говорит помощь того света это все здесь было и вот так вот мы наполнили здесь у нас 38 книг которые подарил я сам проехал в 600 городов и всего начиная от Тихого океана до Антонтического до Лиссабона Трибалтика и Скандинавия а помаленьку каждый что-то вкладывал батюшка говорит вот меня взяли как-то стал благодарение Богу что брата арестовали иначе не бы мы были сейчас вот научиться надо как Иосифа кто думал что он премьер-министром будет в Египте я не знал а теперь его имя прекрасный Иосиф мы ни на что не претендуем только на то чтобы люди помнили это от Бога и поэтому икона у нас в храме также но между ними надписи из Библии Андрей Кураев сказал он задал вопрос в каком-то я не знаю не видно никого видно перед народом кто самый там знаменитый великий миссионер молчания и он называет меня ну какой я великий в насмешку он говорит знаете там старообрящество и баптизм такая гремущая смесь старообрящество это порядок который а баптизм это любовь к Библии о как набросились он баптистов был ни одного дня не был во всей природе у нас никто не был вне православия они старообрядцев очень крепко верующие поэтому мне назад оглядываться приятно межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня каких братьев и сестер Бог дал это даже высказать нельзя мы ни разу здесь не были чтобы у нас какой-то такой раздор были какие-то несогласия все решалось избран свой состав а потом избрать Господь когда умерла она вот я его не вижу где он здесь Михаил Петрович Коряковцев вот он сидит вот это эконом смотритель вот как раз над этими зданиями все эти годы он все делал когда умерла Надежда Павловна я думал кто теперь будет за зданиями смотреть меня-то здесь нету завозить уголь где-то подремонтировать убрать территорию и Бог его дал он хозяйственный и вот так получилось что я правильно говорю так поэтому я низкий поклон даю всем кто участвовал и кто не участвовал но гряда никакого не сделал нас Бог хранит во славу Божию я еще не перечисляю кто тут участвовал да тут подряд начинай называть ну это как бы косвенно через меня Татьяна Александровна Сынгаева там я то рубашку сошел то специально для молитвы где-то то сейчас Щукина нету там хлеб готовят вот да тут куда ни покажи пальцем везде все кто-то участвовал здесь здесь кто это Щукина здесь Щукина здесь вот она здесь она нам хлеб пищет она кормит нас ну то есть куда я ни гляну везде друзья везде близкие везде кто-то что-то делал так что дом этот я не считал своим я сразу сделал завещание ну пришлось один раз переехать человек уехал отсюда это Бауэр то есть я на тех переписал они не имеют тоже не на радиопродаже он юрист сохранят когда меня не будет дом второе Виктор Николаевич Савченко и третий Пащенко я на него все теперь что у меня есть он со мной живет и везде бывает а они как хранители хотя завещание написано в равной доле на сосед взял слово что никто претензий никаких не имеет а одному содержать это не просто за землю даже и то там поступает 15 тысяч там сколько-то это ну не посильно поэтому за электричество я не плачу за энергию не плачу у нас все восполняет десятина у нас с тарелкой не ходят таинство требует бесплатно все святая десятина все заменяет говорят как в церкви беспорядок убрать уберите все введите десятину что Бог назначил а торгашей Бог порол и выгонял вот и весь ответ ко мне вопросы есть ну что благословит Господь со стола садится давайте поможем давайте 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 кто что хочет сказать ну-ка давайте давайте учинаш споем сейчас подожди сейчас просим запоем то что хочет по дому сказать слава Богу за все слава Богу за все это слова Иоанна Златоуста, когда его веревкой привязанного тащили ссылку за телегой. Он только горло ослабничает, он говорит, слава Богу за все. Вот так. И поэтому в моей жизни что было, я так вижу по сочленениям, нельзя это было подгадать никак. Просто это невозможно. Вот представьте себе, Игнатий Тихонович, Крестово-Зрежинская община. Оказывается, в городе Барнули была такая, Игнатий Тихонович и Крестово-Зрежинская община. Разрешите, я уж скажу, я понял, что надо что-то сказать. Я хочу сказать, что вот эти все здания, то, что мы здесь, нас очень сблизили все. Потому что как мы ходили молиться, вспомните? Там стояли вот так, а вот, ни голову не повернуть, вот так крестились и нос только один. У Игнатия Тихоновича, там, ну знаете где, у Бруяка, и в этой тоже там, ну рядом, короче. Комиссантов рядом. Да. И потом, дальше в храм Московской Патриархии. В храме вообще, ну там, нам же надо пример подавать. Там вообще не шелохнешься. Стоишь вот так вот, конечно, все вокруг только все ходят и все. Там тоже не поговоришь. После этого вышел, тебя там все заталкивают, толкают. Ну, сами знаете храмы эти. А здесь мы, во-первых, начали все делать. Все работали. Вот так. Начну сейчас. Валентина Павловна, Раиса Николаевна, ну, все-все-все-все, все практически. Братья тоже, вот Николай Пальгуев, двери тут он делал и так далее. И алтарь, все братья работали. Многие ушли уже. Вот пришел брат у нас, Роман, историк, у нас молодец он тоже. Помогали тут, холодно же было еще. Вот батюшка говорит, почему там это совпадение, не совпадение, что именно в этот, благодарственное считается чтение. Так мы могли бы вообще на лето, были такие, как бы, и пожелания тоже. Что мы будем тут зимой? Давайте все хорошо доделаем, а к весне там потеплеет, начнем молиться. Но постановлением свыше сказали, нет, молимся сразу, как так вот. Еще не доделали, не достругали. Двери еще не успели навесить. Все, уже начинаем молиться. Холодно было. Помните, там эта печка какая-то стояла, вся дымила. Ну, в общем, им постоянно работали. И самое мне интересное, что было, это дежурство было, в том доме. Дежурство, и на дежурство обязательно брат и сестра должны были быть. И ночью же дежурили. Потому что сюда приходили страшные гурдалаки-афганцы. А они что, они же знают, как захватывать этих душманов. Они приходили, и как, знаете, лисичка этого, как его называется? Зайчика. Нет, не зайчика. Журочка. 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 Его, как это звали? Это мальчика? Жихарку. Жихарку. Выйди, выгляни. И такие, вы, выйдите, мы с вами тут поговорим. Такие в окно постучат потихоньку, и стоит один. А там, потом посмотришь, там раз, их целая ватага. Вот выманивали, там ходили все. Ну, было интересно. И мы там постоянно делали запись. Дневник такой, в дневнике записывали, кто приходил, кто звонил, там и так далее. Ну, в общем, интересно было. И вот так мы все-все и подружились. Узнали друг друга по имени, отчеству. Сейчас молодежь приходит, им, ну, как бы, неинтересно это все, потому что нету вот общего дела такого. Они пришли помолиться, все, уже есть тепло, печку затопили. По именам, отчествам практически они никого не знают из наших старших сестер. Ну, а когда там учиться? Когда с ними? Ну, где-то пересеклись с одной-двумя, и все остальных. Как ее звать? Ну, вот так вот. Поэтому, мое такое пожелание, чтобы Господь дал нам еще какое-то одно дело, чтобы еще мы поближе сблизились. А какое-то дело, вы уж сами помолитесь. Ремонт. Ремонт, да, да. Ремонт, это значит по шапке получен. Давайте-то что-то, может, другое. И вот, было, можно было сблизиться, прийти, когда дрова таскали. Пришло раз, два, три, четыре, и никого больше не пришло. Вот так вот. Давай, короче. Все. Ну, все, давайте. Я устал разговариваю. Пропоем и обедать будем. Песня. 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 Мы больным остаемся на том же месте. Я это разговариваю с отцом Николаем, Игнатий Ильич, про вашу маму, она очень переживала, потому что вы ушли в садах. Я вот такая хорошая материнка, вот моя мама, я уже раз тебя посещала, но она очень переживала, у нас же это, в скоропрячестве, меня уже как-то не важно. Сейчас очень долгие службы, ешьте. Простите меня, но вы мне много дали, и вы мне много дали, и я все ваши наставления, поучения, особенно Игнатия Ильича, помню, и до сих пор обращаюсь за советами, строгими. Которыми мне нужны порой, очень нужны, потому что в церковь я хожу, я там вижу тоже любовь, доброту, и батюшки есть достойные, есть батюшки достойные, обращаюсь. Но иногда надо такой строгий совет, вот у меня были такие сложные ситуации, что приходилось обращаться к Любовь Николаевне, к Татьяне Кузьмистой, к батюшке звонила Якиму. И вот слава Богу, конечно, жалко мне, что так получилось, но не отказывайте мне, если, может, когда опять придется обратиться. Спасибо вам за все, дочка тут присутствует. Возьми. Где у меня Надя сейчас, подожди, сейчас, сейчас придем ко мне, у меня снимут. Сейчас, сейчас я тут немножко скажу только, где она? Сейчас я ищу. Что-то я не увижу, только была и нет. Надежда, ты же мне нужна, чтобы подержала, поснимала. Не прерывать. На, я небольшое слово скажу. Небольшое слово? Так, пока разговоры оставьте. Я немножко больше расскажу. Даша продолжает, Даша не влияет. А задержаться пока? Конечно. Я сказал пока помолчать. Подожди, это никуда не денется. Вы останьтесь и сделайте. Мы все сидим здесь, и кого-то нету, которые постоянно было, их нету. Я сегодня об этом подумал, даже на молитве. Вот если человеку предложить небо и землю, Златоуз говорит, ну что ты изберешь-то? Если временное и вечное, что человек, если хорошее избирает? Вечное. Ну что дороже богослужения? Канон специальный есть на это. Два-три воскресных дня без нужды призревший отлучается, извергается. Теперь заново тебе надо будет проходить, начинает, говорит, соглашение. Это не просто слова какие-то. За ним стоит соти, или больше, как до четырехсот епископов. А причины какие? Причины разные, что нет человека. У нас были люди, которые чем-то были увлечены. Притом не вредным. Он хорошие спортивные успехи показывает. Разве это плохо? Но он подходит и говорит. Я хотел бы на практике показать. А где у нас была Шубина Зоя? За ней муж приехал. Ну, муж приехал. Ну, ладно. Ее сын Димитрий звать. Он у нас был здесь. А у меня в воскресенье там соревнования. Я говорю, ты, Митя, избери, что тебе лучше-то? Мы же не принуждаем туда. Избрал соревнования. Сегодня соревнования здесь, завтра в Рубцовске. Он туда. Все, потерян. И ушел. И что он стал каким? Мать, можете спросить. Другой занимается чем? Настоящий, называется, кинолог. Это не кино показывается. Собак дрессировать. Подходит. А я не могу завтра прибыть. У меня в воскресенье тут выставка идет. Или там соревнования, или что-то. Я говорю, куда едешь? В Рубцовск. Значит, найти там храм. Садить в храм, потом идти. Я спрашиваю, так было, нет? Ну, подправь. То есть, я за воскресный день, чтобы все были на литургии. Никаких крещин не было. То есть, возражений не было с его стороны никаких. Говорят, ну я там могу сходить. Кто это увлечен чем-то другим? Пением. Вот кому-то звонишь в другой раз. А у нас сегодня там выступление. Выступление и, ну, нужное. Человек какие-то показывает там художество или еще что-то. Я уж не буду, чтобы близко не догадались, о ком говорю. А я не могу быть. Почему? А у нас сегодня там вот такое. Лишнюю бумажку дадут. Ты первое место занял там. А перед Богом-то как? Священник уезжает на курорт. А его правило какое? Ты обязательно сделай так, чтобы больше двух раз не пропускал богослужение воскресное. А там далеко нет, значит не езди. А там вот так, значит не выступать. Тут выбор-то за тобой стоит. Так и говорится. Чайк. Чайк. Майк ее чайк. Сделай свой выбор. Вот это. Американцы везде. Кто сделал этот выбор? Где нет? Нету еще. Ушел, ушел навсегда. Так он может быть только один раз. Это не один раз бывает. Нам искушение подставляет кто-то. Это искушение. Тебе прямо выбор конгенши дается. Это или это. Лево или право. Говорится благословение или проклятие. Куда ты идешь, там проклятие. Даже хорошие люди. Они не верующие, если они не на службу воскресный день. Я Бог предложил тебе жизнь и смерть. Избери жизнь Бога. Зачем тебе умирать? Ты изберешь смерть. Там смерть. Смерть везде распростерла крылья. Не надо. Это литургия здесь. Такое выражение. Это часть неба на земле. Со Христом люди соприкасались. Можно было подойти, коснуться тела. Такое на земле. Только в одном месте. Литургия. Причастие. Только здесь. Примите тело мое. Меня Бог сподобил сегодня быть причастником. И меня тоже. Господи. Я хотел сказать. Вы имеете это ввиду. У нас некоторые привыкли. В субботу их нету. Нету. И притом живут в городе. Нету. В деревню приезжают где-то. В субботу их нету. А что? Да он приехал тут побочь кому-то. Я согласен. Это надо. Но ты приди и помогай. Работай до 12 часов ночи. Дальше воскресенье начинается. Знаешь, вот они прихожу дома. А почему ты не пошла? Лежу. Что-то стряпает. А почему ты-то они не пришла? У меня голова болит. Болит? А в церкви она у тебя не болит? А здесь нет? Знаешь, голубушка, собирайся. Ты будешь жалеть. Тебе только на руку перейти в храм. Я говорю, просто потеряет курт. Она правда переоделась. Пришла. И все. Голова чтоб не болела, ты иди туда. Глава Тауз говорит, если у тебя нет времени? Я говорю, не могу пойти в храм. У меня времени нету. Он говорит, пойди в храм, помолись. Говорит, все время будет хватать. Ты переделывать не будешь. Начальники к тебе будут на встречу. Вот здесь вот меня за руку вел глава администрации. В буквальном смысле. Представьте, в БТИ. Там, ой-ой-ой, очередь какая не добьешься где-то. Звонок только в Гурске, это главный был. Ты знаешь. Я только... Сергей Николаевич, у меня все. Городская администрация звонок и до свидания. Заручись добрыми помощниками. А как? Молитвой. Вот что сегодня мы говорили, Бог дал, это только молитвы. Моего тут ничего нет. У меня сейчас большая ель растет, березы. Стена такая, дувал, шлака летает. Я ничего не делал здесь, никто не делал. Мы только отгородили на свои склады, сделали все. А склады-то делали кто? Иван Семенович Чернявский. Говорит отечественной войны. Тут кого только не было. Здесь тогда были молодежь, которых сейчас нет. Они все работали. Здесь Зина была в Москву. Наташа приходит. И все там кто могли ножом, кожу сдирали, помогали. Один ты ничего не сделаешь. Я к тому подговариваюсь. Своим братьям говорю. Когда меня не будет, вы ничего не переделывайте. Я очень, очень прошу. За меня остается Володя. Но ничего самостоятельно, перемены не делать, пока не соберется Совет. Обязательно, чтобы Виктор Андреевич был, Михаил Валентиночков, Игорь Владимирович. Которые братья в себя все. Которых мы знаем. Ну и сестры в Совете могут быть. Ничего не предпринимать. То, что есть. Не изобретать. Я ужасно боюсь изобретений. У нас есть люди, которые любят изобретать. То есть, сказал, вот так делаю. Гвоздь будет забивать вниз шляпкой. Так никто не забивал. Это образно сказать. Ты сначала сделаешь. Смотри, сколько у меня здесь этажей. Три этажа. Маленькое пространство. А сколько лилей ночует? На 12,8 квадратных метров. У меня ночевали. На полу ни один не лежал. Одиннадцать человек. Одиннадцать. Потому что мы около вокзала были. Вторая строительная. 62-16. Вот это я хотел вам сказать, что дом Бог дал. Но дом этот сгорит на земле. Вы храм Бога Живого. Вот теперь созидай его. А ты можешь сказать, кто он с тобой отрубился. Я каждый день благодарю Бога. Господи, благодарю тебя за тот день, когда дал мне веру в тебя. Суд Божий. Ожидание суда вечного. Ты дал мне, Господи, день. И тот день я нашел тебя. Благодарю за день, когда ты впервые дал мне Святую Библию. Благодарю за людей, которые трудились над возрастанием моей души. Это мать Мария моя, Мария Егоровна. Родной дядя. У меня Тихон Дмитриевич. Это Степан Дмитриевич. Он здесь. Дальше. Где я коснулся? Кого? Где, в каком доме получил Михаил Александрович и Анна Матвеевна Еремеева? Это люди. Александр Иванович Устинов. Этот к откровению меня привел. Я их всех помню и молитву приношу. Никого их уже нету. Они трудились над моей душой. Вы тоже помните, кто с вами занимался, откуда вы что получили. И что интересно. Вот бывают люди, которые у нас были, а потом ушли. Нормальные отношения были. А потом ушли. Они сделали неприятелями, врагами. Даже судятся, судились. Но суть то вот в чем. Они теперь говорят. Ну бывает. Разошлись и все. Они говорят. Дай я и до посещения ваших занятий в университете все знал. Я ничего там не получил. Если хотите, я назову людей, которые это говорят. И вот что интересно. Бог делает так, как будто бы обрубает. Ничего не было. То, что он получил, от него отнимается. Он возвращается на исходный пункт. Там, где, когда пришел первый раз на занятие. А там ничего и не было. А он говорил. Все, знаю. Все. А когда человек благодарен, как отец Геннадий Пас. Тот говорит. Я получил это там-то. Я помню, как мы стояли на лестнице, красили. Я банку держал. Первая беседа была. Потом пришли. В пол пятого легли только спать утром. Геннадий Пас. Он теперь доктор богословия Московской Патриархии. Это проповедник настоящий. Он ничего не отнял. Он говорит. Я там увидел, что у сектантов везде. Там от ума толкование. А здесь Дух Святой толкует. Святых отцов-то они отвергают где-то. Он ничего не отбросил. У него все сохранилось, что получил. Поэтому, где бы ты ни был, ты всегда это сохраняй. Помни, где ты был до этого. Вот у нас приходят. Где она? Опять я ее не вижу. Кто? Где моя родина? Вон она сидит. А, вот она сидит. Я ей говорю. Ты помни, ты была у свидетелей там, сторожевой башни. Называть все это не было. Но ты Библию слышала? Слышала. Ты ее полюбила? Сохрани это в себе. Будь благодарен Богу. Это твоя ступенька. Ты поступила так. Вот это. Кто приходит из сектантов, я говорю, будь благодарен до конца. Что ты там получил? Любовь к Библии. Дружба. Там что ты? Песнопение. Сохрани в себе. А доброе православие вот это. Теперь включи. Кто и тем дать старости, которые знают. Вот так. А не так. Как я пришел, я вас знать не знаю. Ты тоже там многое получил. Я всем говорю. Я получил это в доме баплиц и христианников. Тогда соединены были. Никогда не скажешь, что я там получил. Все у меня. Все. Никогда, я хотел сейчас сам. Помолиться хотел. Давай. Что делать? Помолись. Ах, молись ты, но оботовим тебя Христе Боже наш. Яков нас светил листим над земных твоих барах. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Но яков посреди учеников твоих пришел исти спаси мирно я им. Приди к нам и спаси нас. Богу слава за все. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Поварай. Игнатий Игорьевич, Василий тут не доел ложку. Василий, посуда поверись, доедешь и завиши кусочками. Все, походи. Только это, только... Володя ездил к нему. Я знаю, он курицу ест. Дыра на улице даже не заканул. Он курицу ест. Курицу ест. Ты что, сделаешь-то? Давай.